Не кремлебот и не фейк. Амич Александр Ярков одним из первых поделился в интернете своими ощущениями после прививки от коронавируса. Десятки тысяч просмотров, более четырех сотен комментариев. Одни поддерживают, другие обвиняют в пропаганде. Александр уверяет, его пост о вакцине от ковида не ради денег, а для пользы всех амичей, которые еще думают, прививаться или нет. Я не проплаченный властями человек, который тут сочинил историю. Я просто рассказал свои ощущения, свою маленькую историю. Очень сильная слабость, голова. Ну, может быть, немножко болела, может быть, чуть-чуть какая-то тошнота. Ну, вот из-за слабости. Не было ни температуры, и эти суставы, да, болели. Вся эта слабость, все эти симптомы, все это недомогание очень быстро тоже прошло. После начала массовой вакцинации посты о том, как пережили побочку, одни из самых популярных в интернете. Истории варьируются от «ну, подумаешь, укол укололся и пошел» до подробностей описания побочки с эпитетами «ужасный и дикий». Хотя все последствия вакцинации можно свести к следующему перечню. Температура, озноб, ломота в мышцах, небольшая боль в месте укола и аллергия. Ни температуры не было, никаких побочных других эффектов я не отметил. На второй прививку вообще ничего не было. То есть продолжал вести привычный образ жизни, ходить на работу, водить автомобиль. Ощущения, конечно, не самые приятные, признается врач-психотерапевт Дмитрий Четверяков. Сначала, как и все, сомневался, делать или нет прививку. Точку в сомнениях поставила собственная врачебная практика. Психотерапевт отмечает, коронавирус, особенно если это повторное заражение, сильно бьет по нервной системе человека. Остения, утомляемость, человек с трудом ходит, страдает мелкая моторика. Эксперты уверены, все это следствие воздействия коронавируса на клетки мозга. Я думаю, что это одна из сторон повреждающего действия вируса на центральную нервную систему, на головной мозг. И мне кажется, больше она действует именно на лобные доли, которые отвечают за память, за интеллект, за концентрацию внимания. То есть то, что делает нас человеком. После второй волны коронавируса количество желающих сделать прививку выросло. Уже в декабре каждый третий россиянин готов был вакцинироваться от COVID-19. О намерении поставить прививку через несколько месяцев после того, как пропадут антитела, уже заявил губернатор Александр Бурков. Глава регионального Минздрава пообещал привиться, как только до него дойдет очередь. А в Омской медакадемии призывают поторопиться с прививочной кампанией, чтобы вернуть студентов на очную форму обучения. Однако многие омичи пока еще думают, прививаться или нет. Сейчас началась вакцинация с COVID-19. Как вы вообще относитесь? Будете ставить, не будете? Нет. Почему? Не знаю, я не ставлю прививки. И от гриппа, и никакой? Никогда не ставлю. Как вы относитесь к вакцинации с COVID-19? Сейчас активно это замечательно. Будете ставить? Да, обязательно. Я сейчас в раздумье, ставить или не ставить. Наверное, вот жена готова поставить, меня призывает к этому. Я пока что еще не готов. Между тем, данные о побочных эффектах на российский спутник ВИ стали приходить из-за границы. Например, в Аргентине по итогам вакцинации 32 тысяч человек врачи зафиксировали только легкие последствия, температуру и головную боль. В Омской области второй компонент вакцины уже получили 1738 человек. 5 923 жителя региона прошли первый этап вакцинации. Рекомендуется перед вакцинацией за два дня принимать антигистаминные препараты. И таблетку перстамола рекомендуется выпить непосредственно в день вакцинации. То есть это тем самым снимет все побочные эффекты, которые могут быть от вакцины. В настоящее время в регионе действует 22 прививочных пункта. До конца недели прививочные кабинеты будут открыты во всех городских поликлиниках и центральных районных больницах. Лидером по количеству привитых омичей является седьмая медсанчасть прививки от COVID-19. Здесь поставили 750 омичей. Анатолий Горлов, пенсионер, по возрасту находится в группе риска. Убежден, что препарат, если и не убережет его от заражения, то точно защитит от тяжелого течения болезни. Кормально. Молодец, так хорошо. В семье медиков, которые ждут свою очередь на вакцинацию, уверены, что прививка необходима для того, чтобы защитить от инфекции себя и своих близких. К тому же коллеги уже показали пример и не пожалели, рассказывает Светлана Будзинская. Очень много сотрудников уже поставили, уже сделали вторую вакцинацию. Уже время длительное прошло, как бы чувствуют себя хорошо, нормально перенесли. И первый, и второй. А вы не хорошо? Да, мы первый. Антитела на вакцину вырабатываются на 42-й день после первой прививки. При этом второй этап вакцинации обязателен. В поликлиниках уже началась предварительная запись. Врачи отмечают, что вакцинация от коронавируса – дело сугубо добровольное. Каждому, кто ставит вакцину, выдается памятка о том, какие существуют побочные эффекты и что не рекомендуется делать после процедуры. В течение дней, трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. Ну и там дальше проместные реакции. То есть, как при обычной вакцинации, ничего нового или узкоспецифичного нет. В ближайшее время в регион должна поступить большая партия вакцины «Спутник Ви» – 78 тысяч доз. Препарат будет распределен по поликлиникам города и центральным районным больницам. Как сообщают в Минздраве, к настоящему времени практически все учреждения завершили процесс установки необходимого оборудования для хранения вакцины. Продолжение следует...